В республиканском спортивном комплексе Олимпийский состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему хоккейному празднику, который начнется 10 сентября в 12.00. Любители этого замечательного вида спорта ожидают встречи юниорских сборных Донецкой и Луганской народных республик, а также встречи ветеранов и любителей хоккея ДНР против сборной Москвы. Вот давние наши уже восстановившиеся традиции. К нам приезжают наши друзья из Москвы, любительская команда по хоккею. Они уже два раза к нам приезжали и вот продолжаете прекрасные традиции, третий приезд этой команды. С каждым разом интереснее и интереснее состоятся наши встречи. Если углубиться в историю отечественного хоккея, можно вспомнить ряд знаменательных матчей, в которых выступала сборная Москвы. Чего стоит первая международная встреча советских хоккеистов в 1948 году с прославленной чехословацкой командой ЛТЦ «Прага»? Чего же стоит ожидать от противостояния сборной Москвы с командой ветеранов и любителей ДНР? Безусловно, на мой взгляд, сборная ДНР, она достаточно сильная, она сильнее, наверное, той команды, которая будет играть завтра. Но мы постарались усилить несколькими игроками московскую команду. Я надеюсь, что это будет, по крайней мере, интересно. А этот же спорт, результат будет решен игрой. Хоккейное представительство нашей республики в лице президента Федерации хоккея и фигурного катания Владимира Набокова с надеждой и, самое главное, с перспективой, смотрит в будущие игры, которые захватывают дух своей скоростью, напором и силовыми приемами. Я считаю, что надеюсь, во всяком случае, на то, что в дальнейшем у нас будет очень плодотворное сотрудничество, что мы с ответным визитом посетим город Москву. Во всяком случае, есть на это надежда. И, конечно, стоит отметить товарищескую игру двух братских республик – ДНР и ЛНР. В какой форме подошла наша юниорская сборная и чего стоит ожидать от предстоящего матча? Наверное, яркой и упорной борьбы. Мы уже встали на лед, уже тренируемся, наверное, с первого августа мы уже встали. Тренировочный процесс идет полным ходом, провели учебно-тренировочные сборы команды 3-го, 4-го, 3-го, 5-го и 6-го года учебно-тренировочные сборы, подготовки к чемпионату, к первенству России. И поэтому, я думаю, что мы не знаем, какой будет соперник представить нам Луганск, но я вам могу точно сказать, что у нас очень хорошая боевая команда, и мы рассчитываем только на победу. Юношеские команды ДНР по хоккею получили приглашение принять участие в проекте «Планета чемпионов», который открывается 11 сентября в городе Москва при поддержке Министерства спорта России. То есть предусматривается выезд детей на различные турниры в рамках этого проекта. То есть это будут и новогодний турнир клубов Деда Мороза, такой будет называться, и летний лагерь будет в спортивно-оздоровительном городе Сочи. То есть мы получили туда приглашение официальное. Одним словом, хоккей в Донецкой Народной Республике развивается стремительно и быстро. В предстоящем сезоне нашим хоккеистам хочется пожелать удачного проведения чемпионата, а на международных соревнованиях – завоевания имени, статуса и, конечно же, медалей. Сергей Михайлов специально для Новороссия ТВ.